Так, доброе утро, дорогие друзья. Доброе августовское утро. Мы продолжаем изучить Тору. Сегодня очень-очень такой интересный и важный отрывок из недельной главы. Поэтому я очень коротко сейчас пройдусь по книге о Йом-Йом и обретении неба на земле. И мы сейчас углубимся, сегодня длинный и важнейший отрывок в главе Вайт-Ханан, которую мы вчера как раз не поучили, и мы должны сегодня кусочек взять из вчерашнего дня. Вчера очень короткий был, а из сегодняшнего дня будет длинный очень отрывок. И поэтому мы даже, скорее всего, не успеем его весь пройти, поэтому скачайте его обязательно. Сейчас сделает кто-то из Яков Шататин, кто-то сделает сейчас ссылочку. Вот видите, воикра 37.42. Обязательно скачайте. Это, можно сказать, одно из самых важных мест в Торе, которое нужно именно понять, осознать и запомнить. Кстати, и помнить каждый день, потому что в сегодняшнем отрывке как раз есть одна из шести вещей, которые надо помнить каждый день. Помните, мы учили в пятницу, что есть шесть вещей, про которые надо помнить каждый день, и одна из них написана в сегодняшнем отрывке. Итак, значит, книга о Йом-Ём нам рассказывает про Альтера Ребе, который был еще тогда молодым очень. И он с братом своим Иудаем Лейбом решил поехать в город Межерич. То есть умер Бальшимтов, основатель хасидизма. В Межериче был его ученик Мадид из Межерича, который стал главой хасидов. И Альтера Ребе, он подумал, надо к нему поехать, поучиться у него. И вот они вместе выехали, но его брат Раби Удали не спросил разрешения жены на эту поездку. И в итоге он вернулся, жена ему не разрешила, то есть она ему не разрешила туда ехать. Альтера Ребе приехал туда и оставался до окончания праздника Песах. И там он в течение двух недель боролся с сомнениями, были у него сомнения, оставаться ему здесь и учиться у Мадиды из Межерича или не оставаться. И он думал-думал и в общем послушал, он потом услышал Маймер, тот, я вам рассказывал, что у хасидистских учителей была такая форма обучения Торе, когда они входили в состояние, особое состояние сознания и произносили Мамар, это называлось речь, на которой я разъяснял какой-то отрывок Торы, но именно глубина по Кабале, вот то, что из него выходило, сквозь него как бы говорило божественное присутствие. И он услышал этот Мамар Мадиды из Межерича и в результате он решил остаться. И он там остался, не знаю на сколько он остался, но на долгое время он остался его учеником. Все, это то, что мы узнали из Айом-Йом, не будем сегодня в глубину уйти, двигаемся дальше. Значит, вывод такой, что человек должен стремиться найти себе рава, найти себе человека, через которого он узнает то, что Всевышний хочет ему сообщить. Без этого так и будет человек блуждать в темноте или будет петлять по тупикам своего восприятия мира, которое он откуда-то собрал уже, но он вот в этих тупиках петляет. То есть обязательно нужно присоединяться к внешнему источнику божественного знания и найти такого учителя, это самое большое счастье. Дальше, «Обретение неба на земле», вторая книга, в которой рассказывается одна из идей Рэба, идея очень простая. Значит, папа приходит домой, смотрит, дети залезли на чердак через отверстие в потолке. И он их хотел поругать, потому что это очень опасно. Но потом он подумал, как же они туда залезли, да, маленькие дети, и понял, насколько они договорились. Четверо подняли стол, на стол поставили стул, на стул стало два человека. И только одного они засунули туда, то есть они сделали такую невероятную комбинацию, чтобы залезть на этот чердак, что этот папа остановился и посмотрел на играющих детей с любовью и простил им все. Лучше гармоничный своевольник, чем унылый тихоня. Так заканчивается эта идея. И дальше он пишет переход. Это относится к отцу всех нас, к Богу. Бог говорит, что пусть они лучше бросят меня, чем друг друга. То есть для Бога очень важно, когда люди объединяются и когда нет у них никакого внутри расхождения. И вот такой вот пример приведен, что так Всевышний, Всевышний, и это объясняет многие вещи. Потому что, например, то, что мы находимся в изгнании уже около двух тысяч лет, это было исправление. То есть причина изгнания, беспричина ненависть друг к другу, возвращение из изгнания, это беспричина любовь к друг другу, объединение. Только через объединение возможно переход на следующий уровень в человеческом развитии. Это очень тоже важно, что, например, молитва, там, 10 должно быть вместе, муж иной, шломбай должен быть. То есть через вот этот шалом, шалом это одно из имен Всевышнего, через шалом, и я даже думаю, знаете, как работает? Что для того, чтобы объединиться с тем-то, нужны качества, благодарность, умение услышать другого, понимание. То есть те качества, которые обеспечивают соединение с людьми, они же обеспечивают соединение со Всевышним. И это, хотя бы в этом примере приводится, что Всевышний сказал, пусть лучше меня оставят, но объединятся вместе, но это такая, мне кажется, хитрость. Потому что когда люди способны объединиться вместе, обязательно они признают Всевышнего. Нет вариантов. То есть те же качества, которые позволяют объединиться, те же качества позволяют признать Всевышнего. Хорошо. Теперь, значит, недельная глава Вайтханан, то, на чем я хотел сегодня остановиться, начиналась вчера, началась недельная глава. Во вчерашнем отрывке Моисей Машеробейнов сказал Всевышнему, он перед ним взмолился и говорит, вернее не так, он сейчас выступает же, книга вся дворим, он говорит, повторяет всю Тору сынам Израиля перед смертью, да, народу Израиля. И он им говорит, и взмолился я перед Богом, и просил я Бога, чтобы он меня впустил в землю Израиля, молился я, чтобы он меня простил, но из-за вас он меня не простил. Вы гневали Бога, а Бог из-за вас тогда меня не простил. И дальше он им говорит, значит, и Бог дал вам Тору, и соблюдайте Торы. Вот тут сегодня дальше мы изучаем текст. И он говорит, смотрите, говорит, Ре, я обучил вас законам, постановлениям и законам, которые приказал Бог, Всесильный мой, чтобы так поступать на земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Он говорит, и сохраняйте эти законы, и делайте их, потому что Он, Бог, в этом, вернее, в том, что вы и не уа, и хахматхэм, что это ваша мудрость, то есть это ваша мудрость понимать Тору и соблюдать законы, и это ваша бинатхэм, это ваша сообразительность. Лейне амим, в глазах народов, которые услышат все эти постановления и эти законы, и скажут, народы, Рак ам хахам венавон агоя гадо лазе, какой народ мудрый и сообразительный этот великий народ. То есть, если вы будете соблюдать Тору и выполнять заповеди, тогда окружающие народы скажут, какой народ мудрый и проницательный, да, сообразительный. Потому что кто народ велитий, что у него есть всесильный Бог, да, который связан со всесильным Богом, который блестит к нему, как Бог всесильный наш, каждое время, когда мы взываем к нему. То есть, Машер Абейну им говорит, послушайте, вот у вас есть Тора, представьте, это он говорит перед смертью, они заходят в землю Израиля, и он дает нам в книге Дворим, это его как бы последнее сообщение, его, как это называется, его завещание, можно сказать. И он им говорит, послушайте, будете соблюдать, все вас будут любить и уважать. В этом ваше величие. Рак Ишамерлиха Ушморнов Шахамот, он говорит, только очень остерегайся и сохраняй свою душу. Пентишках это Дворим, чтобы не забыл ты те слова, которые видели твои глаза. Что значит глаза видели слова? Это когда получали Тору, они видели прямо, это было такое проявление Всевышнего, что они видели те слова, которые Всевышний произносил. И, может быть, ты забудешь те слова, которые видели твои глаза, и, может быть, они уйдут из твоего сердца, чтобы не ушли они из твоего сердца, коли я мэха еха, все дни жизни твоей. Ве о да тем ливанеха у ливнебанеха, и сообщи их твоим сыновьям и сыновьям сыновей своих. Вот сегодня мы сидим здесь, учим Тору, почему? Потому что выполняли эту заповедь 3334 года назад. Маше Робейну сказал вот это повеление, и с тех пор каждый год в Песах, значит, собирается и расскажи сыну своему, как ты выходил из Едипта. Расскажи сыну своему, и уча Тору без остановки. И есть книга, называется, если, кстати, вот Яков Шататин найдет ее, книга называется «От Синая до наших дней». Написал ее Рамоши Пантелят, это книга на русском языке, где рассказывается прям из поколения в поколение, как передавались слова Торы, и как они дошли до сегодня. Вот каждое поколение, где жили, кто был носитель Торы и так далее. Дальше написано так, значит, чтобы не забыл ты день, когда стоял ты перед Богом всесильным твоим, у горы Хорев, это дарование Торы, Беймор Ашем Элай, когда Бог мне говорил, это Машар Абейн уже говорит, когда Бог говорил мне, собери мне весь народ, и я им скажу, значит, я лично им скажу свои слова, чтобы они научились бояться меня все дни жизни, которые они живут на земле, и чтобы они передали своим сыновьям, и чтобы они их тоже обучили. Вот представляете, это какое вообще 3334 года, мы повторяем все вот эти вот слова из поколения в поколение, не меняется ни одна буква. Находят свитки Торы, этот в Африке, этот в Кумранских пещерах, этот там где-нибудь в Тунисе, этот есть древний свиток, говорят, что есть свиток там 2,5 тысячи лет в Цвате, все идентично, буква в букву, вот каждая буквочка совпадает идентично во всех свитках Торы, древние какие-то находят денизы в Египте, не меняется. Теперь дальше, и Мошара Бейну им продолжает, И вы тогда все приблизились, и вы стояли все под горой, и гора, она прямо, она, значит, горела огнем, и, значит, было Адлева, Шамаем, Хоших, Ананва, Арафель, и было до сердца небес, темнота, какое-то облако, и Арафель, и мгла. То есть это было, когда было дарование Торы, это было просто такое изменение пространства, искажение пространства. Сейчас мы видели многие фильмы, ну, знаете, есть фильмы какие-то такие, фэнтези и так далее, то есть мы себе можем представить, но это было реально вот такое искажение пространства, громы, молнии и так далее. Это Мошем напоминает, 40 лет уже прошло с этого момента, И говорил Бог Всесильный Ваш из огня, И вы слышали его слова, А никакой картинки вы не видели, нет у Бога изображения. Значит, кроме голоса, то есть вы не видели ничего, кроме голоса, голос вы видели, слышали, воспринимали, но источник голоса нет. То есть он сказал вот эти вот 10 заповедей, 10 речений, И он их написал на скрижалях, на скрижалях. Кстати, интересно, я вот буквально два дня назад, я узнал, что скрижали эти, они лежат до сих пор под храмовой горой. То есть вот там не стоял храм. Оказывается, в первом храме, когда шло Мамел, царь Соломон строил первый храм, он сразу же создал тайную комнату, куда ковчег завета, в котором были скрижали, через 300 лет спрятали. И во втором храме уже не было наверху святых, не было этих скрижалей. Они находятся под землей, под этой горой. И как раз я, когда это узнал, я не знал этого. Но вот эта святость, знаете, это такой, как камень такой, да, скрижали, это такой камень, на который Всевышний вытесал вот это вот основное его присутствие в этом мире, основную свою волю. И когда мы, теперь понятно, святость вот этого места, то есть там такое, как идет излучение этих скрижалей до сих пор, они лежат под землей. Это очень интересно. Я раньше не знал, что они находятся под землей. И совершенно другое, когда ты знаешь что-то, у тебя меняется восприятие мира. То есть, там, например, сидит человек, смотрит вино какое-то, да. Он смотрит, ну, вино там, например, да. Потом ему говорят, слушай, эта бутылка вина стоит там 100 тысяч долларов. Он такой, о, почти 100 тысяч долларов бутылка. Он совсем по-другому смотрит на это вино. И если он его будет пробовать, он уже скажет, вау, это такое вино там, ну, вообще. Оно же почему-то, оно стоит 100 тысяч долларов. То есть, когда человек узнает о чем-то, то это знание, оно совершенно меняет его восприятие реальности. И вот у меня тоже изменилось, когда я узнал, что скрижали там. И он говорит, может, Рабейну продолжает. Значит, он продолжает. И вы учитесь вашим, и мне приказал Бог в это время, научить вас всем постановлениям, всем законам, чтобы вы их делали в земле, которую вы переходите сейчас в нее, унаследовать эту землю. То есть, есть очень важно. Земля Израиля, это как святое место. Вся земля Израиля обладает определенной святостью. Есть определенные действия, которые, если ты делаешь в определенное время в этой земле, то это происходит какой-то сверхэффект на духовных уровнях. Значит, дальше, чтобы овладеть ею. Венишмартэм маотли навшатэхэм. И очень сохраняйте свои души. Не видели вы никакой картинки. Запомните, на все времена не было никакой картинки. Когда Бог говорил вам. Не было картинки. То есть, он не является ничем, что можно нарисовать. Не было там никакой формы, никакого мужчины, никакой женщины. Не было никакого животного, которое на земле. И никакой птицы не было там. То есть, не было там ничего ползающего по земле. То есть, никакого не было изображения. Упэн тиса и неха, ашамаймэ. Что может быть, ты поднимешь глаза к небесам? Вэраи таэта шэмэш. Увидишь ты солнца и месяц. И звезды ты увидишь. И все небесное воинство. Там звезды, эти мозолот, все эти созвездия и так далее. И ты начнешь, значит, поклоняться им и им служить. Значит, и служить тому, чем наделил Господь Бог твой все народы во все поднебесные. Значит, чем будешь ты служить тому, что Бог наделил ими все народы под небесами. Что имеется в виду? Значит, имеется в виду следующее. Значит, вот они, допустим, человек обладает каким-то, какой-то степенью ясновидения. Там, он видит мир духовный. И вот он, значит, смотрит на эти все. Действительно, солнце влияет. Никто не может сказать, что солнце не влияет. Сейчас ученые говорят, буря на солнце, взрыв на солнце, прячьте, значит, что-то будет. Или там солнце, например, сегодня оно в зените, жарко, тут будет лето. То есть, я говорю про простые вещи, но солнце влияет на жизнь. Значит, луна. Луна влияет в эти самые приливы, отливы, какие-то лунные циклы, полнолуние и так далее. Звезды, мозолоты эти всегда созвездия влияют. Он говорит, вы не понимаете, это механика. Они-то влияют, безусловно. Но есть тот, кто стоит над всем этим. Это Бог. И он говорит, вы не должны смотреть снизу, что это влияет и поклоняться всем этим механизмам. Нет, есть Бог. И он говорит, ни в коем случае не ошибитесь. Значит, дальше. Ветхем на каха шем вео цетхем мекура борзель. И вас взял Бог и вытащил вас из печи, да, обжигающей, из Египта, для того, чтобы вы стали ему народом, уделом, как этот день. Это ясно, как этот день. То есть, Всевышний, вначале он взял еврестий народ и поместил их в Египет в рабство. То есть, там было такое давление, такое, там, знаете, как, когда обогащают уран в центрифугах. Там что-то они в этих центрифугах с ним делают, что он, этот уран был просто уран, он стал обогащенный. Так вот, это примерно пример, когда Всевышний взял народ, опустил их прямо вот в эту вот печку такую, да, в Египет. И потом они выходят оттуда, у них, скорее всего, что он их так тренировал, чтобы у них не было эго. Какого раба эго? У него никакого эго, он раб. И он думал, что они примут, полностью примут в волю Всевышнего. Вот они скажут, фух, вообще, слава Богу. То есть, он думал, что они подготовлены. Но они не оказались чуть-чуть, там, не готовы, да, очевидно, не готовы. Поэтому первое поколение не зашло в землю Израиля. Потом они 40 лет были в пустыне. И вот тут Машер Абейну им говорит, Бог вам взял, чтобы быть вашему делу, то есть, он будет через вас проявляться. Значит, и Господь прогневался, дальше Машер продолжает, Вашем ит анеф би аль дворейхем. И Бог прогневался на меня из-за вас, и поклялся, что мне не перейти и орден, и не вступить на эту землю, которую Бог дал вам в наследие. Он говорит Машер Абейну, видите, «Оказалось, что я должен был вас вывести, а взойти с вами я не смогу». Представляете, как он чувствовал себя? Бог ему сказал, иди возле горячего куста, выведи их и заведи их в землю. Но из-за того, что они первый раз не зашли за разведчиков, если бы они первый раз зашли, из-за того, что они 10 раз гневали Всевышнего, как мы учили в Пертьевод, и в итоге Машер Абейну не зашел. То есть, очевидно, Всевышний ему поставил это в какую-то его зависимость, связь от народа. И он говорит, что ты, значит, не справился, можно сказать, со своей миссией. Машер Абейну не зашел. И Машер Абейну говорит, «Умру я, говорит, в земле этой, и не вступлю я, не перейду я ярды. А вы же перейдете, вступите во владение этой доброй землей». И, значит, последнее вот то, что сегодня еще, конечно, там достаточно много, он им говорил, всякие вещи. Но главное, он в конце, вот я тогда завершаю, он говорит, «Ваядатайом, ва шаватай левавеха». Он говорит, «И узнай ты сегодня, и положи на сердце свое». То есть, бывает, что человек что-то узнал, а бывает, что он запомнил. Запомнить, это называется, положить на сердце свое. А запомнить и сделать частью себя, это вот прям впитать это. И Машер им говорит, последний отрывок, «И ваядатайом, и узнал ты сегодня, ва шаватай левавеха, и верни на сердце твое». Положи на сердце твое. Тиашем уэлаим, что Бог, он всесильный. Ба шамаем мимааль, то есть, на небе, и под небом. Вааль арец, и на земле, и под землей, нету никого, кроме него. Нету, только он один всем управляет. Вешмартай тхукав, и соблюдай его постановление. Вэтмитсватав, его заповеди. Ашер анухимитсавха айом, который я тебе сегодня приказал, передал. Ашер иитав леха уливанеха, и это даст добро тебе и твоим сыновьям, которые придут ахарейха, лиман, тарих, ямим, чтобы ты продлил дни свои. Аля адама на земле, которую Бог всесильный твой дает тебе, коля амим, все дни. И мы видим, что действительно так оно работает. Все дни. С этого момента, когда Машарабену произносил эту речь, прошло 3334 года. И мы сидим, мы слушаем это, и понимаем это. И опять есть Израиль, которого 2000 лет не было. И тот же язык, и так же мы пошли на Храмовую гору, и так же все работает. Всевышний, это и есть основа мироздания. И слава Богу, у нас есть возможность учить Тору на том же языке, на котором Машарабену ее передал. И с Божьей помощью, чтобы мы вернулись все ко Всевышнему. У всех есть такая возможность. У евреев есть обязанность, у всех есть возможность. Евреев, так как Всевышний здесь написал, что это его как бы удел наследства, что он взял их, взял их, рабами были в Египте, сейчас вы рабы мне. У евреев нет варианта мне служить Всевышнему. У всех остальных есть возможность, уникальная возможность служить Всевышнему, присоединиться к служению и осознать все, что Всевышний хотел нам передать. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний слышал, чтобы мы слышали его, да, славая край, это и возвал Всевышний. А он слышал наши молитвы, потому что все равно человеку хочется, чтобы в этом мире ему было хорошо. Значит, что такое хорошо, Бог сказал, делай то, что Бог сказал тебе делать и значит, все, что тебе нужно будет, он нас обеспечит. Все, всем удачи, успехов, значит, выздоровления, благополучия, шломбайт, значит, здоровья и главное, чтобы, чтобы Бог ималек кольми шейлот лебеха, литова тэха, чтобы Бог выполнил все запросы твоего сердца, для твоего добра. Все, всем удачи, чтобы все войны, особенно война, которая сейчас идет в Украине, чтобы прекратились сегодня. Все, удачи, успехов. Видите, войны уже прекращаются, в Израиле началась мини-война. Два дня, значит, все, нет войны, договорились. Значит, можно договариваться, значит, можно останавливать войны и с Божной помощью войны, значит, остановятся Аллаху, Акбар, значит, Элоим, Адибор, вот то, что говорят мусульмане, они говорят, Элоим всесильный, Адибор, он всесильный, да, и это абсолютно правильное высказывание, которое мы поддерживаем, даже можно молиться в мечети, можно молиться, это очень такое святое место, а вот убивать с крика Аллах Акбара, это не очень хорошо. Все, всем удачи, успехов, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,